какой ты видишь выход для россии в результате этой войны ну и я предвижу твой ответ на и все спрашиваю по твоему мнению чем этого она закончится когда она закончится и что тогда будет со всей вот этой путинской мишпухой после того когда все это закончится вопрос сложный во-первых когда закончится естественно не знаю но я думаю где-то в течение полугода она должна завершиться как она закончится я думаю собственно закончится она каким-то дворцовым переворотом или чем-то типа того естественно не знаю опять же но вот я бы сказал что мне такая вероятность кажется самой высокой сейчас а именно дворцового переворота кто его будет осуществлять то есть люди из каких структур силовые личная охрана я не знаю там олигархи друзья кто это может кто это может в принципе сделать вот извини извини либо фсбшники либо кто-то типа кадырова кадырова я думаю что следующим президентом россии с очень высокой вероятностью станет кадыров боже но он же извини я скажу слово там закройте уши жену же и на всю голову слушай то есть этот обнутый а тот это тут разница немножко это еще хуже я тебе так скажу если помнишь когда ленин умирал когда ленин стал его режим плохим уже там в горке отправился в некотором смысле сидел в бункере в этот момент власть стал потихоньку прибирать к рукам иосиф виссарион и считали другой горец я бы сказал так почему потому что в такой ситуации которая сейчас в россии нет законов в россии нет институтов в россии есть только понятия и согласно этим понятиям для полукриминальное понятие прав тот у кого больше силы и не только больше сил у кого больше так сказать наглости и готовности использовать эту силу у кадырова во первых есть своя личная армия во вторых есть готовность эту армию использовать применять в случае необходимости ни у кого другого и того и другого нет у кого-то есть армия но нет решимость у кого-то есть решимость нет армии кадырова есть это и другое поэтому мне кажется вот в условии если там Условно говоря, завтра Путина не стало Кадыров понимает, что если он не возьмет Власть в России, то Скорее всего, его там у себя сведят Они же в Чечне Его упоротые тиктокеры, они в Чечне Слушай, ну и давай не переоценить, мы же видели цену этих всех Дебилов, но они же Абсолютные мудозвоны Они снимают фильмы, они воюют С жалюзями, с пустыми домами Воюют Потом при звуках стрельбы они падают Ну как вот это Извините за слово Она может что-то сделать Они же до Москвы не дойдут Они до Киева не дошли А до Москвы они тем более не дойдут Там несколько тысяч чеченских бойцов сидят в Москве Постоянной основе Они всегда там Но они никакие Но они никакие Ну как они могут взять власть В такой стране А против кого они будут воевать? Против Рэмбо? Против терминаторов? Нет, они будут воевать против российской гвардии Если что, да? Это тоже не самое мощное подразделение на свете То есть их противники еще слабее Если уж на то пошло Иван, а вот как ты объясняешь Вот это некое такое противостояние Между Песковым и Кадыровым Вокруг там фигуры Урганта То есть Есть ли сейчас такие вот партия войны и партия мира? И имеем ли мы дело с неким таким дискуссией Которую Владимир Путин своим боярам позволил вести? В том числе и на экранах российских пропагандистских каналов Из уст того же Соловьева А также из уст Гиркина-Стрелкова Который тоже сейчас гнет свою жесткую линию Я думаю Еще раз повторяю Что Рамзан Кадыров становится Самым влиятельным политиком России На мой взгляд Кадыров сейчас становится более влиятельным Чем Владимир Путин Объясню почему Потому что Владимир Путин По уши погряз в Украине Все его боевые отряды в Украине Из Украины он свои отряды отвезти не может У него не хватает людей в Украине Он в общем полностью завяз в Украине Кадыров Он в любой момент может своих орлов вывезти из Украины Может привезти их в Москву Может сделать все что угодно Кадырову уже никто не указ И раньше он не мог себе позволить прикрикнуть на Пескова Сейчас он себе это позволяет Почему? Потому что раньше Песков был священной фигурой Это аватар президента Это вот глаз Он как главный жрец этого божества И тут появляется Кадыров и говорит Нет И Кадырову за это ничего не было Если вы заметили Кадыров Они там поругались И теоретически Кадыров Который наехал на Пескова Должен принести наказание Ничего подобного не происходит Все видят Насколько Кадыров становится сильнее Насколько он становится влиятельным И теперь у него уже целая бригада помощников Уже и Володин там в его лагере Уже и Соловьев в его лагере И многие другие И они все вместе наезжают на Мединского Наезжают на Пескова И наезжают на еще на кого-то там То есть у них, да Формируется такой очень мощный И радикальный лагерь Все, кто не согласны с этим лагерем Они не сопротивляются Они уезжают Они боятся сопротивляться Почему? Вот потому что я сказал Потому что у Кадырова есть своя армия И Кадыров ее может в любой момент Пустить в ход Никто с ним воевать по-настоящему не хочет И даже Песков с ним Очень-очень аккуратно общается Очень осторожно Поэтому я считаю, да Мы присутствуем при консолидации власти Кадыровым и его союзникам